К другим темам. 4 часа, 120 машин и 5000 рублей. В Омске сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами провели рейд. Водители проверяли на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской. Подробности знает наш корреспондент Юлия Воробьева. Судебный приказ, алименты. Ну, есть такой, я получу. Вы платите? Конечно. Степану не поверили. Проверили по базе должников. Результат. Мужчина в розыске. Он не платит алименты. Сумма задолженности – 200 тысяч рублей. Однако Степан утверждает, что деньги на счет переводит регулярно. Проблема в том, что официально он не работает и детям помогает, как может. Я одной перевожу по Сбербанку, у меня квитанцы есть, а второй по... Я согласен. К приставу почему не являетесь? К приставам. Так а я приставу каждый месяц отправляю копии. Отправляете сами-то, не являетесь? К приставам. А мне туда что, каждую неделю-то ходить-то? Не каждую неделю, а раз в месяц вы должны туда являться. Вы должник по алиментам обязательств? Я был в последний раз в ноябре месяце, что ли. Ну, после этого не были, видимо. Ну, после этого я не ездил к ней. Ну, она же говорит, что в розыске надо ездить. На приеме у судебных приставов в последний раз Степан был в октябре прошлого года. Как говорится, если должник не идет к приставам сам, его к ним отвозят принудительно. В отделе Степану вручат повестку и предупредят, если он будет нарушать свои обязанности, его привлекут к административной ответственности. У вас имеется, значит, штраф не уплачивает. За что это? Штраф ГИБДД. По статистике, 25% амичей вовремя не оплачивают штрафы. Поэтому сотрудники госавтоинспекции и службы судебных приставов как минимум раз в месяц проводят совместные рейды. В этот раз проверили 120 машин. 20 водителей оказались должниками. У них не оплачены штрафы за нарушение ПДД. Общая сумма более 5000 рублей. Мы предлагаем гражданам периодически проверять себя на наличие задолженности по банку данных исполнительных производств, который размещен на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. Это позволит избежать гражданам негативных, неприятных моментов на дорогах, в том числе ареста имущества вплоть до автотранспортного средства, а также позволит избежать дополнительных штрафных санкций в виде исполнительского сбора. Только в прошлом году в результате совместной работы госавтоинспекции судебных приставов удалось взыскать с должников по штрафам ГИБДД почти 200 тысяч рублей. И это только за время проведения рейдов.